Популярные в последние годы реконструкции исторических битв теперь станут еще более реалистичными. Сегодня на комплексе линия Сталина сделал первые выстрелы уникальный в своем роде немецкий танк. Тот самый, который два года назад нашли в одном из белорусских водоемов. Но, признаться, тогда делая репортаж об этом, на машину смотрели как на груду металлолома. А оказалось зря. Силами реставраторов он встал в один ряд с другими стальными очевидцами Второй мировой. Репортаж Юрия Шевчука. За последние 70 лет это первый выстрел этого танка. Сегодня немецкая самоходная артиллерийская установка с успехом участвует в военной реконструкции на линии Сталина. А ведь еще пару лет назад эта машина лежала на дне водоема в Мстиславском районе. О, смотрите, отвертка. Номер. И даже номерная. Это уникальные кадры подъема танка со дна реки. Немецкая самоходная установка была обнаружена в 2010 году. Тогда 20-тонная эхо войны из-под воды доставала поисково-реставрационная группа фонда помощи воинам-интернационалистам память Афгана. Вся операция заняла несколько часов. Чуть-чуть отмыть надо. Угол. Полтора года этот танк больше напоминал груду металлолома. В нем не хватало двигателя, крыши и гусеницы. Но год назад два белорусских реставратора решили восстановить танк. Вместо недостающих деталей на каркас танка умельцы установили трофеи прошлых подъемов. Полгода кропотливой работы и уникальный в своем роде танк готов. 11 ноября этого года, ну как мы... Может и сдали ее в эксплуатацию. Вот сегодня полная уже сдача. В принципе, как видите, ничего не подвело. Сегодня самоходная артиллерийская установка находится в полной боевой готовности. Уникальность этого танка еще и в том, что в боевой готовности на постсоветском пространстве она представлена в единственном экземпляре. Взрывы, выстрелы, штурм немецких солдат и оборона советских войск. Все это в самых ярких красках было воплощено в реконструкции на линии Сталина. Настоящим украшением сегодняшней постановки стало самоходное орудие штурм Гершуц. Он на 80% состоит из родных запчастей. Еще один танк такой же марки в рабочем состоянии есть только на Абердинском полигоне. Но даже американский экспонат может позавидовать идеальному состоянию этого танка. Сегодняшняя военная реконструкция стала лишь презентацией самоходной артиллерийской установки штурм Гершуц. В будущем этот образец займет свое почетное место среди богатой коллекции историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Юрий Шевчук, Виктор Борисов, Агентство теленовостей.